всех приветствую дамы и господа с вами как обычно хеден стартует очередное видео что же вышел нас патч новый прошло уже пару дней и страсти у нас до сих пор не утихают страсти у нас касается большей степени новогодних активностей подарков собственно верфи новой которую вели разработчики на которой мы должны построить вот такой вот замечательный кораблик ну что же давайте посмотрим стоит ли этот корабль ваших нервов времени ну и возможно доната давайте быстренько пробежимся по тому как его снарядил я и далее уже посмотрим что он себя представляет в бою рассмотрим плюсы и минусы корабля поехали и так по снаряжению в первом слоту у нас особо без выбора естественно ставлю сюда все второго уровня я думаю для вас это не секрет во втором слоту у нас есть принципе выбор но я решил поставить gap потому что скорее всего геймплей будет на этом корабле связан с катанием вперед-назад а вики у нас попадаются не каждый бой конечно у нас заградка нам бы помогла в этом плане но по и так у нас принципе неплохое приоритетный сектор ставим и в принципе думаю более менее сколько там самолетов с объем заградка возможно нам нас возможно и не спасет а вот gap в каких-то моментах я думаю очень нам пригодится и не помешает в третьем слоту у нас опять же выбор тут вообще у нас три варианта это истребитель корректировщик и на рлс корректировщик я вроде бы как отметаю потому что я немножко раскачал дальность она у нас получилось 21.8 истребитель опять же у нас неплохое по вону не особо нужен и нам истребитель естественно выгоднее всего будет взять и роско потому что это сменится как-то на защищаться хотя заметностью корабля от которой у меня получилось 13 километров дистанция у нас рвс очки всего 10 не самый лучший вариант когда вы катаетесь на крейсер когда вы сидите конечно на эсминцы вам наоборот хочется чтобы рвс к было поменьше поэтому выбрал я все-таки рвск у четвертом слота у нас без вариантов модернизациям опять же у нас тут есть варианты в первом слотов первый слот наверное все-таки без вариантов хотя может быть кто-то что-то придумает во втором можно поставить на габ можно поставить на рвс рвс к у нас работает достаточно долго поэтому усилить ее увеличить время работы снаряжения вполне себе имеет место быть я на самом деле между двумя этими позициями и выбирал но выбрал все такие системы борьбы за живучесть потому что я думаю что кораблик будет принимать дамаг довольно таки часто и выживаемость ему не помешает далее точность масса отвратительная поэтому здесь без вариантов думаю ставим точность здесь же думал опять же но тут все три варианта в принципе можно рассмотреть кто-то возможно поставит и система борьбы за живучесть но я конечно не особо рекомендую это наверное оставил бы в последнюю очередь хотя возможно где-то она и сыграет свою роль я взял все-таки рули потому что прикидываю примерно как у меня будет проходить бой энергетическая установка в принципе тоже бы не помешала но рули думаю здесь будут приоритете хотя могу ошибаться раскачиваем маскировку потому что маскировка у нас отвратительная рули конечно вещь классная но но маскировка думаю вот выгоднее здесь опять можно есть над чем подумать и но все-таки я взял дальность это 10 уровне стрелять в дальном придется довольно таки часто и стоковая дальность у нас 18 с чем-то поэтому ну я думаю что все-таки дальность маска вот если увеличивать кд что тоже в принципе неплохо ну то есть ускорять опять же у нас будут поворачиваться медленно башни не у нас так не очень быстро и 27 секунд практически поворачиваются поэтому башни станут совсем тугие не очень комфортно будет играть в остальном но усиливать по вот такое себе давайте взглянем еще на схему бронирования и так толщина бронирования носа кормы палуба 20 миллиметров центр нас 38 настройщики 16 по башням смотрите на паузе если кому как будто будет интересно и особо останавливаться не буду каземат у нас 30 миллиметров броня убираем лишнее убираем башни и видим стадель она у нас находится под водой можно сказать что практически недосягаемая но что-то мне кажется что все равно выбить ее возможно но не скорее серов наверно с линкоров какой-то более менее навесной траектории подставлять борт в любом случае я вам не советую внешний вид долго останавливаться не буду камуфляж вы уже сами все видели вот такой он бонусы могу показать мало ли кому будет интересно по сигналам все в эффективность вкинул можете на паузе посмотреть флаги это у нас не так важно и так что касается капитана сюда очень подойдет уникальный как с бонусами на мастер заряжающий и мастер наводчик так как у нас эти показатели проседают как у нас в практически линкорной сборки особо не вижу других вариантов что здесь можно еще запихнуть может быть кто-то вкачает в повом может быть не знаю кто-то поджоги возьмет но в принципе особо вариантов нет мастер наводчик у нас здесь чуть ускоренные нам это очень поможет потому что башня нас как я уже говорил довольно таки медленно перезарядка у нас долгое поэтому иногда может быть будет вариант переключиться на фугас либо наоборот бабушки очень зайдет этот перк ну придется мне потерпеть бесприоритетной цели надо будет запомнить давайте отправляться бой и так что можно сказать по плюсам и минусам корабля плюсов у нас в принципе не так много поэтому я быстренько постараюсь их перечислить у нас большое количество хп но она не лучше лучше у нас у сталинграда как вы знаете лучшее по тазе в принципе это нам поможет где-то корабль большой где-то мы будем стоять возможно но имеют высокий шанс словить торпеду я так думаю это зажко нам будет не лишнее у нас крупный но опять же не топовый калибр хороший альф страйк нам бронебойных снарядах и неплохое бронепробитие как на фугасах так и на бабушках главное у меня было записано что на бабушках именно по плюсам собственно все плюсы я перечислил и не как бы сами сами видите что ничего такого особенного из плюсов нет прямому чтобы такое перемух сразу было по минусам у нас худшие рули плохая маскировка худшие вообще у нас при засвете самолетов худшая у нас перезарядка медленная башни мы уже не раз сегодня об этом сказали дпм не худший но все же слабый и у нас отвратительная точность на самом деле когда его катал на тесте я думал с этим моментом что-то поправят но как я смотрел вроде бы ничего у нас не изменили потому что по статистике вроде бы он ну как бы не проседает скажем так и вроде бы его оставили такой как есть я играю с пресс-аккаунта не пугайтесь мало ли кто-то увидит что они с никой естественно моем аккаунте корабля нету катать буду спроса и так что у нас куда нас закинули играю сейчас записываю очень поздно ночью думал думал что могут вообще собрать неполный бой но все-таки собрали три эсминца у нас авиков как я и говорил нет а вики ведь они в каждом бою попадаются поэтому прокачивать по волну не знаю такой свет много крейсеров у нас два всего линкора куча снится не знаю посмотрим как он себя вот показать таких реалях выглядит он здоровым как линкор что-то наподобие у нас айовы насколько я могу видеть корпус очень большой карта кстати не очень не очень хорошую карту не дали не очень люблю я на ней катать попробуем пойдем направо наверное смотрим чем чем-то мы можем противника поразвлекать 07 кстати не очень большая я катал от краб катал на тесте стрим до сих пор у меня еще лежит на канале я его наверное когда выложу видос скорее всего скрою я честно говоря уплевался катая этот корабль он вроде бы и где-то даже под конец стрима у меня стало получаться на нем какой-то дамаг такой неплохой держать ну такой не выдающийся но неплохой но понимаете никакого удовольствия так от игры на этом корабле вот я не получал честно говоря но мне в принципе мало каких или американских топов заходит в последнее время монтана мне почему-то тоже как-то она не очень нравится крейсера ну конечно домой на салем они неплохие но геймплей все-таки не мой аляска как-то ну покатал немножко и и как-то не знаю не тянет мне особо их катать и то же самое наверное порт эрика в принципе особо бороться катать на нем не вижу никакого смысла с учетом того что он не фарм так корабль прикольный кому-то может быть вот интересно покатать на нем скажем так похвастаться что ли что вот я такой клёвый у меня есть порт эрика смотрим сделаем залп что-то у нас попали два снаряда 2000 урона поджогов никаких я не наблюдаю пока по крайней мере так москва честно говоря полное ощущение что копаю на линкоре у меня нет ощущения что я катаю на грейсере я думаю связи с этим наверное на попробовать зарядить бабушки сейчас на стол и перезареются я воспользуюсь перка 5 секунд у нас на перезарядку идет венеция бортом попробуем конечно и дать не знаю не знаю попадем ли мы корабля в основном характеристики довольно таки средняя даже стадель получилось вы понимаете вот как бы вроде бы стадель выбили вроде бы и но ощущение что мы катаем на линкоре а там акта не линкорный самый-то прикол характеристики то что у него большинство каких-то таких не выдающихся средних это не всегда плохо на самом деле потому что может корабль быть какой-то такой универсальный во всем и при этом показывать хорошие результаты но мне кажется почему-то что это не про не про этот корабль так меня летит да посмотрим сколько сейчас венеция из меня достанет промахнулся и тут еще 700 достал так но пока не вижу целей 14000 набили 1 стадель у нас уже есть в принципе ну летит вроде бы у него попали 1400 1400 что-то так себе у нас уже грозовой поджимает неплохо полетела венец смотрим ни одной стадели пожалуйста какой-то по какой-то неведомой причине я летела очень хорошо но с грозовой тем тем временем просто сжигает рикошет один от венец не знаю я не знаю как на корабле наносить дамаг серьезно грозовой нас абсолютно не боится и правильно ела что пожалуй один пожар горит кстати 40 секунд еще заметил это очень много пожалуйста без урона вот и наши бабушки не абсолютно бесполезны корабль выставляет небольшой угол и все это уже не линкор вы уже пробить нихрена не можете фугас тоже бесполезно практически это корабль про то как вы будете ковырять дамаг просто по копейкам но что я вот не люблю вот это вот корабль именно вот проект притом вы это будете очень редко делать а почему у меня у меня остров снаряда улетели интерес попробуем быстро подловить вот он сейчас разворачивается хорошо летит а что я что я могу сделать залп идеальный был это леста я думал что получится оторвется сейчас леста у нас про рандом не про скилл а сейчас 200 дель хотя залп на мой взгляд казался что не настолько уверенный как прошлый эту игру не понять как они выпито 05 похоже я снова говорю несмотря на противопожарку так а там смоленск еще подошел но бои судя по всему выиграем дамага особо конечно мы вряд ли нанесем особо много сожгут просто за секунды меня тут сейчас сожгут и мне не отсветиться ничего что за секунды Склон спасёт В Смоленск я не попал Интересно Так он немножко за дальностью моей RLS Так, ну мы пока что выжили У нас минус 2 Так, хилимся Мне просто скучно стало, я поэтому пошёл вперёд И как видите, очень-очень быстро из меня стало сыпаться хп Я уже думал, что я закончил, что я совершил одну ошибку в бою И на этом всё закончится Ну, как оказалось Давайте я RLS И вот он тут, Смоленск, со спущенными штанами Но не совсем со спущенными, на самом деле 800 урона, пожалуйста, из Смоленска Я всё-таки вывернул Рулил меня настолько отвратительно, что я всё-таки вырулил на торпеду Я ничего не могу сделать минотавру Я ничего не могу сделать минотавру Я ничего не могу сделать Смоленск с четырёх километров Даже я его убил, чудеса Минотавр сейчас меня просто заторпедирует, потому что я ничего не смог сделать Смоленск с четырёх километров Смоленск с четырёх километров Казалось бы, да? И на этом мы так вот бесславно погибаем Ну что, господа, что я могу сказать о корабле? Да нечего мне про него сказать Очень скучно корабль Ничего он практически не может Хоть мы тут и набили 85 тысяч урона На нём можно набивать Можно набивать 100-150 Можно, наверное, каким-то чудом набить и 200 Насколько это будет интересно Имеет ли это какой-то вообще смысл на нём катать? Может быть, кому-то из коллекционеров Кому-то именно нравится вот этот корабль Чем-то не знаю Может быть, я чего-то не знаю, не понимаю Но на самом деле корабль ничем не примечателен Ничем не интересен Лично для меня Это лично моё мнение У него нету Ну, нету у него ни одной сильной стороны Не за что даже зацепиться Его банально похвалить Есть минусы, которых много ХП у него много Но вы это просто ХП дарите противнику Без особой возможности ответить Да, если противник ошибается Вы можете где-то что-то наковырять дамаг Но если противник не будет ошибаться Это печально будет В этом бою по мне ещё не стреляли линкоры Если бы стреляли линкоры Думаю, мне бы было намного тоскливее Ну что ж, в итоге Венеция неплохо отыграла концовку И всё-таки у нас была победа Хотя в какой-то момент я уже подумал, что бой сольют В заключении, что можно сказать о корабле? Корабль, скорее всего, подойдёт тем, кому нравится катать на тяжёлых крейсерах Честно говоря, это не мой геймплей Может быть, я что-то в нём не понимаю Вполне, может быть, этот корабль кому-то зайдёт и понравится Опять же, тем, скорее всего, тем, кому понравилась Аляска Получилось у нас занять второе место Хотя, казалось бы, я вроде бы ничего сверхъестественного на нём не сделал Но получилось, как получилось Подробный отчёт У нас, как видим, на фугасах совсем не получилось нанести дамаг И я думаю, что этот корабль всё-таки нужно катать в большей степени на ББшках На фугасах переходить Если какой-то корабль выставляет вам, грубо говоря, нос и вы не можете его пробить В остальном, наверное, нужно стрелять ББшками Потому что там хотя бы какой-никакой есть альфа-страйк На фугасах всё намного печальнее По фарму тоже всё можете видеть на ваших глазах Насчёт вообще всей ситуации, что касается Пуэрто-Рико Пишите в комментариях С удовольствием со всеми всё обсужу Поговорим На днях я также сделаю обзор на Горицу Там будет небольшая приятная для вас новость Так что не пропустите А принимать решение, нужен ли вам Пуэрто-Рико в вашем порту Либо провести праздничные дни как-то по-другому Уже вам Всем удачи, пока Субтитры сделал DimaTorzok